На прошедших 14 мая президентских выборах в Турции ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов. Действующий президент Турции Реджеп Таип Эрдоган набрал 49,51%. Его ближайший соперник – представитель объединенной оппозиции Кемаль Кэлыш Даруглу – 44,88%. Третий кандидат Синан Оган набрал чуть более 5%. Эрдоган побеждает в 51 провинции, его соперник – в 30. Крупные города Стамбул и Анкара, а также курортные Антальи проголосовали за кандидата от оппозиции. На зарубежных же участках большинство поддержало действующего президента. Если в первом туре кандидат не набирает более 50 голосов, соответственно, объявляется второй тур. И вот по последним данным в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50%. Как я уже сказал, действующий президент Эрдоган набрал более 49%. Но, тем не менее, 50% он не набрал. И, соответственно, в этом случае необходимо проведение второго тура выборов в президенты. Явка на выборах в Турции превысила 88% голосов. Однако положение кандидата все еще остается спорным. Главное преимущество Эрдогана перед конкурентами – это возможность предоставить избирателям готовую программу по улучшению экономики в стране. Однако нынешняя сложная экономическая ситуация и миграционный кризис вынуждают избирателей отдавать голоса за оппозицию в надежде улучшить свое положение. Политика оппозиции говорит о необходимости Турции быть ближе к США и Европе, что может нанести еще более сильный удар по экономике страны. Борьба, скорее всего, будет развиваться между двумя основными действующими лицами. Это между Эрдоганом и Калычдар-Угу. Ну, соответственно, можем говорить, что Эрдоган – это человек, который защищает сильную национальную независимую политику Турции. А Калычдар-Угу – это человек, который выступает за сотрудничество с Западом, за расширение участия Турции в блоке НАТО, за развитие процессов европейской интеграции, ну и так далее. Второй тур выборов в Турции пройдет 28 мая. За пост президента будут бороться Эрдоган и Калычдар-Угу. Победителем будет признан кандидат, набравший большинство голосов. Политический курс Турции теперь будет решаться только после оглашения результата финального тура выборов. Жанна Касимова, Аделин Абдрахманова, Универньюз.